Всем привет, ребят! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Я надеюсь, вы меня не забыли. Если нет, то спасибо вам, спасибо, что зашли и смотрите этот новенький ролик. Я видео не записывала практически целый месяц, не было у меня особого желания или вдохновения, или и того, и другого. Но всё-таки конец года и ожидание каких-то новогодних чудес делает своё дело, и я решила, что всё-таки те видео, которые являлись для меня чем-то важным, чем-то традиционным, такие как подведение своеобразных итогов раскрашивательного года, я решила не пропускать и всё-таки записать этот ролик. Поэтому я вам желаю приятного просмотра. Этот ролик у нас будет, возможно, не слишком информативным, хотя я поделюсь какими-то своими мыслями, мнениями о каких-то материалах, книгах. Ну, в общем, всё равно надеюсь, что будет интересно, может быть даже полезно, но во всяком случае максимально расслабляюще, и вы сможете посмотреть мои итоги, ну и, возможно, это натолкнет вас на мысль и подвести и ваши итоги. В общем, приятного вам просмотра. Давайте будем начинать. Итак, начну я с того, что я весь 2022 год вела свой раскрашивательный трекер. Создавала я этот трекер в сентябре 2021 года, и, соответственно, 2022 год это первый год, когда я полностью от и до использовала свой новый органайзер. Я вообще любитель чего-то более компактного, но в итоге я созрела на вот такой вот огромный органайзер, я делала такое целое большое видео по тому, как я создавала этот свой органайзер. И вот сейчас хотела бы, знаете, так, минуточку уделить органайзеру, ну и в целом, удобно это или нет. Хочу сказать, что действительно удобно. Значит, ну, минусы, конечно, тоже есть. Минус первый, он довольно громоздкий. То есть, если вы хотите, например, здесь вести еще какие-то записи, ну, я не знаю, например, по тому, какие там карандаши вы поштучно собираете, какие у вас есть, каких у вас нет, то лучше это, если такой органайзер вести, то лучше это все сфоткать на телефон и уже без него идти в магазин. Ну, то есть, грубо говоря, я имею в виду, что он не особо мобилен. Вот, но для меня это вроде бы как проблемой не является. Что для меня является каким-то неудобством, так это, ну, это мои такие, знаете, персональные неудобства, как отсутствие у меня дома цветного принтера. Так как я сюда помещаю миниатюрки обложек, ну, а также некоторые миниатюрки своих работ для вдохновения, то для этого мне необходима цветная печать. Вот, дома у меня только черно-белый принтер, и для меня все-таки действительно, ну, является неким неудобством отсутствие этого самого цветного принтера у меня дома. Когда я этот самый трекер создавала, конечно же, я этот момент учитывала, и сейчас я по-прежнему продолжаю время от времени заглядывать в типографию. Это не слишком удобно, но, ну, вы знаете, это и раньше было, мне сказали, что было суперудобно, но раньше не было тревогу, раньше тут у нас российские ракеты над головами не летали, и, надеюсь, они однажды отправятся к отправителю. Вот, и вот это вот все, оно довольно сильно мешает тебе что-то планировать. Вот, ну, мы люди сильные, мы приспособились. Здесь я пока вот приспособилась таким образом. Те книги, на которые я еще не успела сделать, распечатать обложечку, я, ну, просто вот сделала себе страничку в трекер, распечатала его дома на своем черно-белом принтере, и вот, собственно, пока закрашиваю квадратики так. У меня уже есть подготовленный файлик с какой-то частью миниатюрок, ну, и обложек книг. То есть я уже как-то при случае это смогу сделать. Также использую этот трекер, я и считала количество готовых работ, которые у меня получилось. Вот я раньше его вела по одна страничка на один месяц, вот, а потом как-то разошлась, и, не знаю, начала то ли больше раскрашивать, то ли писать как-то более объемно. Вот, ну, в общем, ну, это не проблема. Ага, значит, вот, что проблема еще. Я в этом году продала несколько книг. Я довольно редко книги продаю. Мне, как-то, знаете, морально сложно с ними расставаться, хоть они и там новые, и начатые, ну, а, ну да, даже и начатые я продала. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что несколько книг я продала, и еще нескольких в этом трекере нет. И у меня вот он уже довольно объемный. Вот, то есть я, конечно, могу убрать отсюда часть листочков. В общем, минус такого трекера, он громоздкий, он объемный. Хотя тут листочки, не сказать, что были слишком толстые. То есть я, аж, если вы помните, если посмотрели это мое видео о том, как я делала этот трекер, то я все переделывала по два раза, потому что я изначально взяла слишком плотную бумагу. Ну, даже с такой довольно неплотной бумагой, ну, как она плотная, но она не толстая, то уже занимает слишком много места вот этот сам раздел трекера. Так как это не только трекер, а я там, ну, еще там какие-то записи. В общем, я думаю, что часть всего отсюда нужно убирать для того, чтобы этот трекер продолжал у меня закрываться. Потому что, ну, однажды я думаю, что это все дело рискует однажды просто не сомкнуться. И еще несколько некоторых книг здесь нет. В принципе. Вот, то есть опыт вполне удачный. Я могу советовать вам такие органайзеры, которые, знаете, онлайн весьма удобно, но не мобильно. И нужно рассчитывать толщину вот самого органайзера, количество книг, которые у вас есть, которые вы еще хотите приобрести. Ну, и, скажем так, количество допов. Потому что, ну, возможно, их нужно уменьшить. Потому что мне точно нужно. Ну, пока я не решаюсь. Потому что я, не знаю, как-то вроде бы и теми листочками пользуюсь, и теми, и теми. Поэтому, ну, пока вот так. В общем, с чем-то, наверное, не слишком интересным мы с вами закончили. И приступим, наверное, к чему-то более математическому. Хотя его тоже не так много. Значит, я раскрасила в этом году 94 работы. Вот. Это такая первая статистическая цифра. Помню, что в прошлом году их точно было больше. В позапрошлом их тоже было больше. Но я как-то никогда особо за скоростью не гналась. И не гонюсь, да плюс, и война в этом году началась. То, как бы, ну, логично, что там первые несколько месяцев вообще выпали из жизни. Да и потом ты, ну, как-то вот, знаете, с одной стороны вдохновение гуляет. Ну, а с другой стороны, расстрасти вполне себе здорово помогают держать какой-то моральный дух. Поэтому 94 работы для такого сложнейшего года, я считаю, что прям достойно. Ну, как для меня. Далее. Далее я посчитала, сколько же я купила в этом году книг. Ну, это были и покупки, и подарки. Потому что подаренных книг у меня тоже было довольно много в этом году. И в итоге моя коллекция пополнилась на 28 раскрасок. Вот. Не знаю, на самом деле как-то многовато. Учитывая, что первые полгода я практически книг не покупала. Ну, как-то не до того мне было. А потом как-то вот так получилось. И в итоге получилась такая довольно объемная цифра. Не помню, что там в прошлом году. Для этого нужно как-то видео пересмотреть свое же. Вот. Но 28 книг, это получается... Да, это получается больше, чем 2 книги в месяц, если пересчитать. О, ужас. Вот. Но нужно сказать и о том, что я целых 5 книг продала. Вот. Ну, потому что я решила, что я не буду их раскрашивать. Ну, не знаю. Не буду, не хочу. И это были книги, которые, знаете, вот в новом состоянии у меня лежали 2 года. И, ну, если я все еще их не начала, то, ну, значит, я их очень вряд ли когда-нибудь начну. Вот. Поэтому я без сожаления с ними рассталась. Есть у меня еще некоторое количество книг, я думаю, над их продажей. Вот. Но пока получается плюс 28, минус 5. Ну, уже ничего. Далее я хотела бы несколько слов сказать о своих открытиях и о своих разочарованиях года. Пожалуй, открытием этого года я, наверное, буду считать спиртовые маркеры как материал в целом. У меня есть несколько разных производителей маркеров. Я довольно долго о них думала, но все никак не могла решиться. И вот, наконец, в этом году я их попробовала. Я купила свои первые маркеры прямо в начале года, в начале января. Но первые полгода я ими практически не пользовалась, потому что первые полгода я жила не дома. И мне это было не очень удобно. Ну, а потом уже, начиная, наверное, где-то с лета, я начала все больше и больше и больше ими пользоваться. Докупила себе необходимых цветов для того, чтобы сделать такую, знаете, довольно универсальную палитру, как на мой взгляд. И в целом, как материалом, я очень довольна. Маркеры это оказалось прям вот то самое. Мне очень нравится. Я, правда, все еще иногда их побаиваюсь. Я, знаете, мне вот сложно увидеть иллюстрацию как-то даже не то, чтобы в какой-то цветовой гамме, а вот увидеть иллюстрацию в исполнении каким-то материалом, кроме как карандашами, сложно. И поэтому сложно начать. Но когда начинаешь, если это работа маркерами, то на самом деле сложно только начать. Ну, а далее все получается очень просто. Это просто единственный нюанс, но это, конечно же, то, что нужны односторонние книги для маркеров. Ну, и желательно гладкая бумага. Гладкая и такая, чтобы не сильно тонкая. Вот на такой бумаге мне нравится использовать спиртовые маркеры больше всего. За этот год я собрала себе довольно большую палитру. Маркеры я свои не считала, но я думаю, их точно больше 100 штук. Может быть, даже где-то около 150. И плюс у меня еще 20 маркеров хамелеон, которые появились у меня недавно. И я пока их довольно мало использовала. Это, знаете, и то, и то спиртовые маркеры, но они слишком разные. И вот принцип работы с ними, он совершенно отличается друг от друга. Но в целом, как материалы, я смело могу сказать, что это точно материал 2022 года. Когда-то я пыталась раскрашивать акварелью. Ну, не знаю, потому что там все раскрашивают, всем нравится. Я не могла понять, почему нравится. Хотя, ну, вот когда ты смотришь работы других, тебе нравится. Но когда ты видишь свои работы, выполненные акварелью. Ну, это так у меня, я в данной ситуации говорю о себе. Мне не нравилось. Мне не нравились пятна. Мне не нравились какие-то разводы. Мне не нравилось то, что оно течет туда, куда не нужно. Мне не нравилось то, что бумага уже не теряет свою первоначальную текстуру. Вот эта вот волнистость. Вот. И я поняла, что совершенно ведь не обязательно выходить там из какой-то зоны комфорта. Можно в ней оставаться и развиваться именно в ней. И маркеры в целом позволяют оставаться мне в зоне комфорта. Но при этом пробовать что-то новое, что довольно сильно отличается от цветных карандашей. Но одновременно с этим это все может работать в тандеме. Хотя пока с тандемами у меня не очень. Мне вот есть проще, если маркерами уж начала, то уже маркерами и заканчиваю. В общем, спиртовые маркеры это точно мое открытие 2022 года. Также я подготовила еще одну книжечку вам показать. Очень неожиданная книга, которая стала тоже моим открытием 2022 года. У меня довольно большая коллекция книг. Кстати, не посчитала к этому видео. Но их уже точно больше ста. Учитывая, что у меня там близилось к сотне в прошлом году. Ну, как бы мои минус 5 особо погоды не сделали. А вот мои плюс 28 точно что-то поменяли. И я думаю, что книгу у меня уже точно за сотню. И это довольно разные книги. Большого количества авторов в различных стилях. Но именно в этом году, причем весьма недавно, я попробовала вот такие вот раскраски по номерам. И мне очень понравилось. Мне очень понравилось их раскрашивать красками. Я немножечко вам покажу. Я не знаю. Ну да, это видео, наверное, выйдет уже после отчетного видео. Поэтому, скорее всего, вы эти работы уже видели. Когда ты раскрашиваешь эти работы красками. Я все раскрашиваю акриловой гуашью. То эти иллюстрации, они получаются действительно как из мультика кадры. Ну, просто, ну, очень круто. И ты просто отдыхаешь в процессе. Ты кайфуешь от результата. Вот, потому что получается такая полная заливка. Очень аккуратно. Ты можешь намешать любой цвет. И, ну, в общем, не знаю, очень классно. И мне настолько понравился сам процесс, что вот я в декабре эту книгу начала. И за месяц я целых четыре картинки в ней сделала. Вот, мне очень понравилось. Вот, поэтому, как открытие года в плане раскрасок, я решила выделить, ну, или в целом, такие книжечки по номерам, ну, или вот эту конкретную. Но, если сказать так, чтобы максимально точно свою мысль донести, мне очень понравился тандем вот этих раскрасок и раскрашивание их кроющими красками. Ну, я предпочитаю акриловую гуашь, потому что она матовая, но она при этом перманентная. Вы можете несколько слоев наносить, не боясь потянуть за кистью вот тот свой предыдущий слой. Вот, поэтому, несмотря на то, что книг у меня много, много разных, много интересных, но это то, что действительно слишком отличается от всех моих раскрасок и то, что подарила мне прям, ну, прям релакс. Вот, на самом деле, не скажу, что с каждой книгой такое бывает, вот, поэтому, наверное, это я могу назвать вполне себе открытием года. Далее, я подготовила для вас разочарование года. Ну, а как же, открытие есть, а разочарование нет. Так, наверное, не бывает. Я когда-то, ну, да, когда-то, год назад практически уже, я вам показывала, рассказывала раскраску Vogue. Это была лимитка, лимитка 2016 года, которую уже было очень сложно найти. И, в общем, я нашла, заказала, и в итоге мне прислали не тот выпуск. Это книга 2017 года, и, пожалуй, это мое разочарование года. Я все же смогла там даже раскрасить, по-моему, тоже в феврале, вот одну иллюстрацию, но потом все. То есть, ну, это не мой стиль, для меня сложны эти иллюстрации, я не очень знаю, как их раскрашивать. У меня были мысли для, ну, использовать ее для акварельных скетчей. Я вот даже здесь попробовала акварель, и, ну, в принципе, она довольно неплохо себя здесь повела. Вот, может быть, я попробую, но пока... Пока, наверное, это разочарование года. Вот, почему именно эта книга? Ну, потому что все остальные я покупаю, как-то подходя с умом. Вот, и разочарований в книгах в целом у меня не бывает. А эта книга мне пришла по ошибке. Вот, поэтому, наверное, я решила назвать ее. Далее я хотела несколько слов сказать о материале, который меня в этом году разочаровал. Если честно, это было самое сложное, потому что я в этом году много новых материалов пробовала, но не скажу, что меня что-то разочаровало. Я пробовала несколько разных брендов спиртовых маркеров. Я пробовала, сколько, 4-5 новых брендов карандашей. Ну, я не все их покупала, но что-то я покупала, что-то я не у себя пробовала. Вот, и я не скажу, что было что-то, что бы меня разочаровало. Вот, но так как есть открытие, то я решила, что нужно все-таки хорошенечко подумать. Ну, пожалуй, не бывает такого, чтобы все было гладко. Вот, и я пришла к выводу, что, наверное, я своим разочарованием назову вот такие вот акриловые маркеры Монтана. Я показывала вам их, по-моему, в октябре. Но я их покупала в начале сентября или там в середине сентября. Это акриловые маркеры. Ну, что, тут еще грязные, ничего не увидишь. Ну, вот, я там покажу. Это тоже грязные, но не настолько. Вот, вот с вот таким вот наконечником акриловые маркеры. Я их купила довольно много. Я вам тут для примера 4 штучки достала, но у меня их больше 10 штук. В целом маркеры неплохие, но очень много нюансов. Значит, нюанс первый. Довольно большой процент брака. То есть, у меня 3 бракованных маркера. Как по мне, я вот, когда получила 3 бракованных маркера, то я тогда их, по-моему, купила, может быть, 13, может быть, 11. Ну, вот, как-то так. То есть, ну, это процент чудовищный. Мы, конечно, можем уменьшить этот процент, если будем покупать эти маркеры непосредственно в магазине. Но согласитесь, такое себе. Потому что что-то мы можем в магазине увидеть, ну, а что-то не можем. Посмотрите там подробнее. Если вам интересно, то напишите в комментариях. Я оставлю вам ссылку на тот влог, где я очень подробно рассказываю об этих маркерах. Здесь есть очень красивые цвета. Это вот, например, вот этот Naples Yellow. Я его довольно часто использую в своих работах. Также мне приходилось использовать и такой охристый оттенок, и красный оттенок. Я использовала синий оттенок. Я использовала... То есть, я ими пользуюсь. И я продолжу, конечно же, ими пользоваться. Но в процессе использования вот я этими маркерами рисую уже сколько? Ну, месяца три получается. И я могу сказать, что... Ну, повторно я их покупать не буду. Пожалуй, это для меня такой самый яркий пример. Потому что если у меня закончатся там какие-то цвета посок, которыми я реально пользуюсь, потому что, ну, например, у меня там, не знаю, закончатся ярко-розовый, я вряд ли его буду покупать. Потому что я бы покупала года четыре назад и для одной работы. И он так и лежит. И там закончится. И как бы, слава богу. Но, например, есть те цвета, это, ну, классические, наверное, черный, белый, ну, просто единственные, которые у меня заканчивались. Я их точно докуплю. Если же я использую те, которые я часто использую, там, тот же красный, или тот же айвори, или бежевый, то я с удовольствием докуплю их повторно. А вот эти маркеры я все-таки, если их смогу использовать до конца, то со спокойной душой с ними распрощаюсь. То, что нужно очень, очень, очень хорошо взбалтывать, то, что если ничего не взболтать, или взболтать, но не достаточно хорошо, в общем, толку с этого не будет. Поэтому, наверное, если хорошенечко подумать, то я вам скажу, что лучше покупайте постки. Это точно будет надежней. И, по крайней мере, у меня по браку нет ни одного бракованного маркера. Кстати, по... Ну, ладно, тоже не в тему. Ну, в общем, ладно, уже раз начала, скажу, что у меня есть всего один маркер молотов, и он мне не нравится. Вот, то у меня он тоже постоянно забивается. Ну, я не думаю, что это брак, но пользоваться им мне, по крайней мере, максимально неудобно, неприятно, некомфортно, и он просто лежит, нужно его, наверное, просто выбросить, нужно вообще как-то заняться, и кучу всего повыбрасывать. Может быть, даже сниму видео об этом, что и почему, от чего я избавляюсь. Напишите, кстати, в комментариях, если вам будет это интересно, то, может быть, мне не так скучно будет убираться в своих ящиках. Вот, поэтому эти маркеры я вам не рекомендую, и я считаю, что из всех моих покупок за этот год по материалам, по крайней мере, это, ну, наверное, была не очень удачно. Итак, дальше. Что еще? Я вам сказала о своих открытиях, о разочарованиях. Ага, цели. Цели, которые я ставила себе на 2021 год. Видео я, честно признаюсь, не пересматривала. Да я вообще до сих пор, я уже практически год не смотрю раскрашивательные видео, в принципе. Да и свои-то пересматриваю, когда их нужно отсмотреть для публикации, еле-еле. Но при этом как-то очень забавно получается, что снимать мне хочется. Ну, тоже, правда, сейчас не всегда, потому что, ну, война накладывает свой отпечаток. Но смотреть как-то пока не тянет. Не знаю, ну, как-то уже я иногда себя ловлю на мысль, что вроде бы что-то и хочется. Вот, ну, пока все еще я не вернулась в просмотр раскрашивательных видео. И рада, что вы смотрите мои. Так вот, видео я не пересматривала, но по памяти, то, что я вспомнила, я ставила себе цель и значить научиться раскрашивать ботанику, продолжать практиковаться, раскрашивать различные принты и текстуры. И я очень хотела научиться раскрашивать небо. Вот, по-моему, это были такие мои цели на 2022 год. Из этих целей я вам скажу, что я довольно неплохо, довольно неплохую часть я смогла реализовать. Значит, первое, ботаника, мимо. Как не умела, так не умею, особенно листочки. Я ненавижу раскрашивать листочки. Вот, поэтому нет, к сожалению. Принты и текстуры я продолжала раскрашивать весь год. Мне очень нравится этот процесс. И, ну, я буду совершенствоваться дальше. Тут я молодец. Я научилась несколько новых и интересных текстур раскрашивать. Ну, с удовольствием буду и это совершенствовать и повторять в будущем. Ну, и небо. Тут я молодец. Небо я научилась раскрашивать. Вот, то есть, те цели, которые я себе ставила на этот раскрашивать или не год, то, в принципе, можно сказать, что большую часть из них я выполнила и тут я могу себя похвалить. Если же мы будем говорить о целях на 2022 год, я хотела бы оставить там ботанику. Возможно, я смогла бы себя как-то, ну, не то, чтобы заставить, но немножечко переубедить себя, потому что ботаники в раскрасках много и очень часто нам на все портит. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы она не портила все, а продолжала там быть какой-то изюминкой всей иллюстрации. Также я хочу продолжать раскрашивать принты и текстуры и совершенствовать какие-то свои навыки в этом. Хочу продолжать раскрашивать портреты и совершенствоваться там. Ну, и, пожалуй, еще одной такой новой целью я бы хотела поставить освещение. В этом году я как никогда поняла, что, ну, очень у меня сложно все с этой темой, прям настолько сложно, что я даже не берусь за те иллюстрации, где нужно раскрасить что-то с освещением, там, с каким-то от огня, от камина, от свечи. Вот я раскрасила одну иллюстрацию со свечой, она мне далась, ну, нет, она на самом деле далась легко, но вот момент реализма этого освещения, он, конечно, остается очень условным. вот, поэтому я, пожалуй, хотела бы немножечко хотя бы прийти к тому, чтобы научиться раскрашивать правильно освещение, ну, или хотя бы более или менее красиво. Вот, ну, и в идеале, конечно, я бы хотела закончить какую-нибудь одну раскраску. Вот, не буду особо это ставить как свою цель, у меня есть какие-то мои любимые книги, есть моя любимая румяшка, в которой готова 19 работ из 40, и, ну, в принципе, я вполне себе не напрягаюсь, могу ее закончить, но как цель я пока не готова это поставить. Вот, поэтому оставляем ботанику, принты, портреты и освещение. Вот, мне кажется, что на целый год прям выше крыши планы. А также я хотела показать вам какие-то свои любимые работы за год, ну, на самом деле я, знаете, стараюсь раскрашивать так, чтобы оставаться довольной своими работами, поэтому, в принципе, большинство из них мне нравятся. Вот, но я решила выделить парочку, которые мне запомнились чуть больше остальных. Это вот этот вот новогодний зайчик, которого я вот только-только недавно раскрасила в этом году, в этом декабре, мне он очень понравился. Я, конечно же, не буду здесь как-то детально, подробно останавливаться. Я довольно много, кстати, канока раскрашивала в этом году, и вторая работа я хочу вот этих попугаев показать, попугаи и белочка. Мне очень нравится такая яркая, красивая работа, ну, не знаю, мне кажется, для меня немножечко необычные цвета, и я просто знаете, я помню тот кайф и то удовольствие, с которым я эту иллюстрацию раскрашивала. Что вот, ну, я не знаю, так решила ее зафиксировать у вас лишний раз. Так, конечно же, я покажу вам румяшку, это одна из моих самых-самых любимых книг, я здесь очень много раскрашиваю, здесь есть тоже несколько работ, которые мне запомнились, больше всего вот эту иллюстрацию я раскрашивала на свой день рождения уже практически год назад, но она по-прежнему мне очень нравится. Так, не буду вам, конечно же, все показывать, потому что, ну, что-то, в целом, я более-менее всеми работами здесь довольна, вот, но покажу вам всего парочку. Конечно же, я вам не могу показать, не могу не показать девушку, которую я раскрашивала ко дню защитника Украины, и вот тут у меня была моя суперпеределка, ну, по моим навыкам, это была действительно для меня довольно глобальная работа, и я очень довольна и символизмом работы, и тем, как я смогла ее выполнить, и качеством дрессовки, и переделкой, в общем, все-все-все мне здесь очень понравилось. И хочу здесь выделить еще одну работу, она довольно простенькая, это вот самая первая иллюстрация в этой книге, но это была та первая картинка, на которой я решилась попробовать раскрашивать небо впервые, и мне кажется, как для первого раза, то результат очень-очень достойный, поэтому я тоже хотела бы ее лишний раз, скажем так, зафиксировать. Следующая книга, которую я покажу вам, это Джасмин Беккет Грифит, как вы видите, я очень все быстренько делаю, просто хочу вам немножечко напомнить какие-то свои самые любимые работы, пожалуй, здесь я хотела бы показать вам вот эту Алису в стране чудес, я тоже раскрашивала ее почти год назад, в январе прошлого года, хотя этого года, я не знаю, когда этот ролик выйдет, возможно, он выйдет в первых числах января, в общем, я эту иллюстрацию раскрашивала в январе 2022 года, и мне очень нравится, ну, такая она пыльная, интересная, сама Лиска очень здорово выделяется на фоне, так, у меня, кстати, здесь тоже очень много работ уже готово, ну, чуть-чуть не хватает до половины раскраски, также мне очень понравилась вот эта дама с котом и палитра, такая, знаете, какая-то богатая, пыльная, благородная, в общем, классная, я очень довольна работой, и еще одну вам хочу показать, довольно много, я, кстати, в этом году здесь тоже раскрасила, тут я молодец, и последняя, которую хочу показать, это вот такой вот ангелочек, мне понравилась палитра необычная, тоже какая-то, она, знаете, вроде бы и ты используешь много цветов, но при этом у тебя нету какого-то единого, основного, главного цвета, вот, мне очень нравится, когда так на работах получается, то есть, все такое пыльное, но при этом довольно прикольно, в общем, вот такие вот три мои любимые работы в этой книге, так, ну, еще одну покажу, или даже не одну, а две, я забыла, я вам хотела еще показать вот эту работу, это тоже работа недавняя, я раскрашивала ее в ноябре, и почему-то она уже очень сильно запала мне в душу, мне очень нравится эта картиночка, какая-то она такая очень нежная, очень необычная, ну, не знаю, вот, как-то мне кажется, что для меня, для моих работ весьма необычная девчушка, поэтому она мне тоже нравится, вот, и, наконец, последняя иллюстрация, это у нас книжечка от Лидии Фенвикс и Тускай, здесь я раскрашивала иллюстрацию в августе 22-го года, и раскрашивала ее на марафон, который был посвящен Украине, а именно зерну, пшеница, то, что так нещадно целый год у нас уничтожали, и, конечно же, такую тему я не могла пропустить, и решила раскрасить вот такую вот девушку, здесь мне, конечно же, очень нравится и то, как сама девушка получилась, и небо, потому что это, ну, знаете, вот, просто это одна из тех целей, которую я ставила себе, и, ну, вот, хочется мне успехами, собственно говоря, поделиться, то показать вам то, что у меня получилось по этим целям, так сказать, немножечко, немножечко визуализировать, ну, вот, собственно, визуализирую, мне очень понравилось именно здесь небо, и то, как оно сюда здорово вписалось, вот, из 94 работ это, конечно же, не все, что я могла бы показать, ну, есть еще работа, которая мне нравится, но, я думаю, что вполне достаточно, как для каких-то, которые, знаете, ну, которые оставили в моей памяти какой-то определенный отпечаток, вот, и это именно эти иллюстрации. Кстати, если я попытаюсь вспомнить все свои 94 работы, я, вы знаете, я думаю, процентов 85, а то и под 90, если вы мне дадите минут 15, ну, естественно, без подсказок, я точно вспомню, напишите, кстати, как вы, а я после записи этого видео, может быть, проведу такой эксперимент, ну, просто над самой с собой, буду пить чай, и попытаюсь просто повспоминать все свои работы, вот, мне кажется, довольно интересный эксперимент. Ну, что, ребят, вот таким вот и получился наш ролик о битогах 2022 раскрашивательного года, я надеюсь, что вам было интересно это видео посмотреть, послушать, и вы хорошо провели со мной эти полчасика. Обязательно оставляйте ваши комментарии, все-таки, я думаю, что это видео, наверное, выйдет еще в 2022 году, поэтому поздравлю вас с наступающими праздниками, конечно же, я пожелаю вам максимум вдохновения и ментального здоровья, физического здоровья, здоровья для ваших близких, конечно же, мира нам всем, ну, и скорейшего восстановления справедливости. Также в новом году обязательно поставьте себе какие-нибудь цели, пускай это будут, как у меня, мелкие раскрашивательные цели, ну, или же, если вы готовы на большее, пускай это будут какие-то более глобальные цели, которые будут касаться вашей, ну, вашей основной жизни, скажем так, ну, старайтесь их добиваться, потому что добиваться целей и, ну, не знаю, как там, зарабатывать какие-то ачивки, скажем так, это довольно важно, поэтому мне кажется, что всегда лучше ставить много маленьких целей, чем одну крупную и достигать их, потому что каждая новая победа, она, ну, как-то мотивирует на продолжение всего этого, вот, поэтому желаю вам научиться ставить правильные цели, обязательно их достигать, чтобы победы мотивировали вас на будущее свершение, вот, я думаю, что вполне себе хорошее пожелание, которое подойдет абсолютно каждому, спасибо вам еще раз за просмотр этого ролика, с наступающим вас новым годом, я надеюсь, что 2023 принесет каждому из нас именно то, что мы хотим, всем пока! КОНЕЦ